Настоящий лидер народа является их служителем. Когда Пророк, салаллаху алейхи ва салям, переселился в Медину, никто и не знал, чего ожидать, поскольку концепция лидерства как служения для них была совершенно чуждой. Даже сегодня редко увидишь, чтобы лидер был слугой народа, за исключением каких-то пиар-акций или же похожих мероприятий. Что же касается Пророка, салаллаху алейхи ва салям, то как предводителя его постоянно приходилось просить не переутруждать себя. Однако каждый раз он давал им, да и всем нам, урок. И они видели яркий контраст в поведении Пророка Аллаха и помпезности правителей, столь знакомой нам всем. Встреча с Мухаммадом, салаллаху алейхи ва салям. Специальная программа в месяц Рамадан. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, задает тон уже с самого начала. Он пребывает в Кубу, местечко в Медине. И все уже готовы нести Пророка, салаллаху алейхи ва салям, на своих плечах. Оказать ему высокую честь, достойную Пророка, салаллаху алейхи ва салям. Усадить его на место правителя и преданно нести ему службу. Но Пророк, салаллаху алейхи ва салям, появляется так скромно и тихо, что поначалу никто не может даже определить, кто из них Абу Бакр, а кто Пророк, когда они появились в Кубе. Более того, когда они начинают строить мечеть, то есть первую мечеть, Масджид Куба, Пророк, салаллаху алейхи ва салям, принимает участие вместе со всеми, после чего они приступают к строительству Масджиду Набауи. Они строят мечеть Пророка в Медине. И Пророк, салаллаху алейхи ва салям, собственноручно подносит кирпичи, работает в полную силу. Не просто подносит один или пару кирпичей, а по-настоящему, наряду со всеми, строит мечеть, салаллаху алейхи ва салям, и произносит мольбу за всех. О Аллах, истинная благая весть, это награда в жизни вечной. Окажи милость ансарам, жителям Медины, и мухаджирам, переселившимся из Мекки. Таким образом, Пророк, салаллаху алейхи ва салям, задает тон самого раннего становления общины. Если бы вам пришлось жить в его общине, алейхи салату ассалям, в те самые времена, то каждый год происходят какие-то битвы, трудности. У Пророка, салаллаху алейхи ва салям, просто не было времени отдыхать, поскольку Медина, даже при всей своей красоте и спокойной обстановке, нередко подвергалась всякого рода нападкам и угрозам. Я хочу, чтобы вы просто на минутку представили, каково было жить рядом с Пророком, салаллаху алейхи ва салям, под угрозой вражеской расправы, жить рядом с ним и принимать участие в битвах, о которых мы с вами узнаем, лишь перечитывая рассказы. Как он вел себя? Как бы повели себя мы, учитывая, что нам пришлось бы смириться, сталкиваясь с этим как минимум каждый год, если бы мы были частью общины во времена Пророка, салаллаху алейхи ва салям? И обратите внимание, что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сам страдает ничуть не меньше своих сподвижников. Возьмите, к примеру, даже битву Хандак, битву Урва, когда они все в буквальном смысле находились в траншеях, предводитель с рядовыми в одной траншеях. В буквальном смысле в траншеях, салаллаху алейхи ва салям. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сам выкапывал траншею, выполнив работу за десятерых. Абу Тальха, рады и Аллаху та'аля анху, рассказывает, «Мы показали Пророку, салаллаху алейхи ва салям, камни, привязанные к нашим животам от невыносимого голода». В ответ Пророк, салаллаху алейхи ва салям, показал свою рубашку и показал нам на своем животе два камня, салаллаху алейхи ва салям. Это говорило, что он принимал даже меньше еды, чем все остальные, даже несмотря на то, что он был их предводителем. Находясь под угрозой кровавой расправы, когда враги собирались стереть медину с лица земли, Пророк, салаллаху алейхи ва салям, копает траншею вместе со всеми. Аль-Барра, салаллаху алейхи ва салям, приводит, наверное, одно из моих самых любимых описаний Пророка, салаллаху алейхи ва салям. Он рассказывает, «В тот день я видел, как Пророк, салаллаху алейхи ва салям, поднялся, и он был весь покрыт землей, салаллаху алейхи ва салям. Вся его благословенная кожа была покрыта землей, салаллаху алейхи ва салям. Он был с ними рядом, салаллаху алейхи ва салям, копал так же, как они, сражался с ними в одном ряду, страдал даже больше, чем они». И на фоне всего этого он еще смотрит на молодых ребят и говорит, «Аллахума ла айша илла айша аль ахира, фахфир лил ансар والмухаджирам». Повторяет им, «О Аллах, нет жизни, кроме жизни вечной. Окажи милость мухаджирам и ансарам». Пророк, салаллаху алейхи ва салям, постоянно рядом с ними. Он поет вместе с ними, подбадривает всех, алейхи салату ассалям, и молится за них, салаллаху алейхи ва салям. А как вы представляете себе участие в битве рядом с пророком, алейхи салату ассалям? В ночь перед битвой вы бы увидели пророка, салаллаху алейхи ва салям, выстаивающего в молитве, то есть в кияме, всю ночь. Он молился на протяжении всей ночи, салаллаху алейхи ва салям, моля Аллаха, субханаху ва тааля, о победе и помощи, после чего он выходил и присоединялся ко всем. Обычно на нем было две кольчуги. На голове у него была намотана черная чалма, но иногда он одевал металлический шлем. У него был меч с серебряной рукояткой. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, выходил и вставал в самые ряды. Он не старался держаться позади и пускать всех в атаку. Нет. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, лично общается со всеми, и они видят, что он всегда рядом. И перед тем, как вступить в бой, пророк, салаллаху алейхи ва салям, сначала напоминает всем об Аллахе. Он напоминает о правилах чести. Не убивать детей, не убивать женщин, не убивать стариков, не убивать больных, не бежать с поля боя, не изувечивать тела, не рубить деревья, не трогать монахов в монастырях, и молящихся в каких бы местах поклонения они не находились. Он напоминает сподвижникам о моральных правилах перед битвой, алейхи салаллаху алейхи ва салям. После чего пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорит, «Вот и Джибриль, алейхи салям, ангелы в полной готовности». Начинается бой. И вы видите, как пророк, салаллаху алейхи ва салям, вырывается вперед всех. Просто задумайтесь. Али ибин Абитали, прады Аллаху та'аля анху, и нам всем хорошо известно, кто такой Али. Али, да будет доволен им Аллах, обладал невероятным мужеством и физической силой. И он рассказывает, что когда битва накалялась до предела, мы спасались, прячась за пророком, салаллаху алейхи ва салям. Он ни разу не покинул поле боя, алейхи салаллаху алейхи ва салям. В битве при Хунейне, и мы уже говорили о битве при Ухуде и прочих эпизодах, когда пророк, салаллаху алейхи ва салям, был ранен и продолжал стоять до последнего. В битве при Хунейне пророк, салаллаху алейхи ва салям, был одним из шести непокинувших поле боя. Он не повернул назад. Даже находясь верхом на муле, алейхи салату ассалям, он продолжал двигаться вперед в день битвы при Хунейне, повторяя слова «Я без всякого сомнения пророк, я сын Абдиль Мутталиба». И вот он рвется вперед, салаллаху алейхи салям. И всем известно, что он сражался отважнее всех. Но, субханаллах, он никогда не убивал своей рукой. Он просто разоружал своего противника. Собственноручно он убил лишь одного человека. И это произошло во время битвы при Ухаде. Это был Убей ибн Халев. Он ринулся на пророка, салаллаху алейхи салям, и, защищаясь, пророк, салаллаху алейхи салям, метнул копье и свалил его насмерть. В остальных случаях пророк, салаллаху алейхи салям, не убивал людей в битве. Вместе с тем, несмотря на невероятную храбрость и силу пророка, салаллаху алейхи салям, как рассказывает Али, он ни разу в жизни не ударил никого рукой, кроме как на поле битвы на пути Аллаха. Он ни разу не поднимал руку ни на прислугу, ни на женщину. Пророк, салаллаху алейхи салям, был крайне милостив, будучи столь отважным на поле боя. Все знали, что пророк, салаллаху алейхи салям, никогда никого не бросит. После битвы пророк, салаллаху алейхи салям, подходил ко всем и проверял свои ряды. Он спрашивал о каждом. Пророк, салаллаху алейхи салям, лично совершал молитву за погибших. Он лично успокаивал семьи погибших после битвы. В одном прекрасном хадисе повествуется, просто чтобы еще раз представить себе его храбрость, алейхи салаллаху алейхи салям. Однажды ночью, рядом с Мединой, послышался шум. И жители Медины подумали, что они подверглись атаке. Представьте, вы находитесь у себя дома, и вдруг на вас кто-то внезапно напал. Люди быстро ополчились, чтобы дать врагу отпор. К тому времени, пока все успели собраться, вооружиться и оседлать своих коней, пророк, салаллаху алейхи салям, уже возвращался верхом из пригорода Медины. Он был верхом на неоседланном коне, а на шее у него висел меч, алейхи салаллаху алейхи салям. И он сказал, «Все в порядке, не беспокойтесь, я уже все проверил». Субханаллах. И это послание к Аллаху алейхи салаллаху ассалям. Если бы, находясь в Медине, вы были чем-то напуганы, то даже будучи предводителем, он всегда был на передовой и старался всегда первым обеспечить безопасность в любой ситуации. Даже в самое сложное время он демонстрировал на собственном примере, салаллаху алейхи салям, что он готов был взять на себя больше всего бед ради Аллаха субханаху ата'аля и ради благополучия людей. Салаллаху алейхи салаллаху алейхи салям. Алейхи салям. Алейхи салям. Алейхи салям. Продолжение следует...